Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 55-дюймовый огромный телевизор от компании TCL. Я даже с ним в кадре, короче, не помещаюсь. Но вы же помните, у нас было уже много различных телевизоров TCL. Уже их штук пять, наверное, на канале распаковывали. И сегодня к нам приехал телевизор, значит, TCL 55-дюймовый. С поддержкой IMAX Enchance, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos. Также, опять же, у нас для игроманов и игроков все дела GameMaster 2.0, Freesync от AMD Premium Pro, Gaming in Dolby Vision, Onkyo. Это очень интересно мне, как музыканту, интересно, как здесь реализован звук, потому что здесь как раз-таки коллаборация с Onkyo. Кто шарит, тот шарит. Это офигенный японский бренд, значит, по производству техники, аудиотехники, значит, HDMI 2.1, LLM и DTS-X. Короче, теперь всё это дело аккуратненько. А ещё я забыл сказать, что здесь ещё QLED и 144 Гц. И вот эта надпись QD MiniLED 4K, это как раз-таки запатентованная технология TCL. Так, значит, комплект поставки у нас пульт, силовой кабель, RCA-шки, подставка, задняя заглушка и сам телевизор. Так, здесь у нас, значит, вариант крепления, то есть вот несколько дырок, отверстий, как угодно называйте. Здесь ещё у нас кабель-менеджмент, то есть мы сюда всё это дело подводим. Вот это дело сюда вставим, то есть прикручиваем, да. Вот это все дело, то есть вот сюда шпок, то есть вот таким макаром, да, у нас. Подставка, да, чтобы грамотно сделано, чтобы вот сюда всё это дело вот так вот уводится и у вас кабели здесь, они не будут торчать из-за телевизора. За это огромный плюс. И здесь у нас, значит, по разъёмам USB 3.0, LAN-овский это для RJ45. Опять же, HDMI 4K 144 Гц поддерживает. Дальше у нас 4K 120 Гц поддерживает. Естественно, телевизионный, оптический выход. Здесь ещё два у нас HDMI 3 на 4K 60 Гц и 4K 60 Гц. Опять же, у нас AUX и у нас, точнее, ну это AV-выход, да, вот тут кабель, который мы доставали ранее, и у нас наушники. Всё. Так, ребят, давайте я начну для начала не с экрана. Я хочу начать с подставки. Как грамотно здесь это дело реализовано. То есть вы сейчас видите, я на подсъёме ещё покажу, что здесь ни один кабель, ни один провод да не свисает. То есть вы видите, вот та самая подставка, о которой, говорю, вот он, пультик у нас, и вон там у нас Xbox, да, стоит. И всё очень грамотно уводится в эту самую подставку. То есть у вас не свисает вот эти повесухи, все дела, и не портит вид, когда ты смотришь в телевизор, а у тебя сзади телевизора вот эта вот паутина вся висит, да, из проводов. Этого нет, здесь очень грамотно это реализовано. То есть это подставка, куда уходит, ну, мы при распаковке две недели назад, да, показали. Туда, значит, кабель менеджмент, скажем так, уходит, да, и всё это дело прячется. И заметьте ещё один момент, что здесь не так, как у некоторых телевизоров, у которых есть вот здесь ножка и вот здесь ножка. И ты такой телевизор не поставишь на маленькую тумбочку. То есть если у вас, например, нет вот такого стола, да, большого, как вот у меня сейчас на нём стоит он, да, у вас небольшая тумба вот таких вот размеров, он спокойно встанет. То есть вот это классно. Отцентровано всё хорошо, то есть ты поставил на небольшую тумбу, и тебе не нужно искать тумбу. Ёлки-палки, как же мне теперь установить? Там не нужно что, две табуретки, как этот, да, Жан-Клот Ван Дамм, между самолетами или там, между чем он там. Нет. Вот спокойненько всё это дело на тумбочку, точнее, укладывается. И всё сюда вот можно даже, вот я говорю, два геймпада от иксбокса, значит, положил, и всё. И можно сюда даже пульт вот так вот завести. То есть всё будет аккуратненько, всё ладненько, даже если у вас маленькое пространство, куда надо поставить. Ладно, не про подставку, но просто мне это понравилось. Это сразу нужно отметить, и некоторые люди мучаются при выборе. Просто, блин, вот как мне поставить, чтобы это не разъезжалось, вот, вот это хорошо сделано. Значит, по, я уже проговорился, что у нас здесь иксбокс стоит, да, иксовая серия, которая поддерживает высокую герцовку. И для геймеров, товарищей, как мы уже сказали, там есть и порты на 120 и на 144 герца, то есть поддерживается высокая герцовка. Вот этот телевизор подойдёт для геймеров смело. То есть мы поставили сюда, значит, иксбоксик наш, поиграли в игры, я ещё подсъёмы сделаю, покажу обязательно, да. То есть все настройки поддерживают, то, что это телевизор, всё-всё-всё, то есть мы продемонстрируем, да. И никаких рывков, ничего нет, то есть вот эти вот AMD FreeSync, да, вот эти все дела относительно Game Master 2.0, это всё здесь работает. То есть сейчас у нас игра не подключена, то есть, ну, подключена мы не запустили. И вот сейчас мы мастер игр, мы не можем включить, функция недоступна. Но как только мы включаем наш иксбокс, то эта функция сразу же начинает работать. Как только у нас загружается иксбокс, он показывает, что у нас мастер игр включён, 120 герц, 4К, все дела, Dolby Audio, пожалуйста. То есть вот так вот у нас всё это дело. И теперь, пожалуйста, мы нажимаем чпонь, и теперь мы можем автоматически либо включать, либо выключать. Видите, да, то есть я нажимаю просто на вкл, не на авто. На включённом, и всё, пожалуйста, он действительно, он FreeSync, Premium, все дела, он определяет, всё отлично, да. Вот мы зашли в настройки, значит, иксбокса, вы видите, 4К, частота 120 кадров в секунду, сведения, значит, ОТВ. И посмотрите, все галочки абсолютно стоят. Абсолютно все. То есть телевизор поддерживает ультра HD при 120, поддержка 4К, это то есть 120 герц. Естественно, нужен оригинальный кабель, да, ультра хай спид HDMI. Он в комплекте, естественно, с иксбоксом идёт, то есть всё дело подключается спокойно. Вот. И Dolby Vision, и HDR10 для игр, всё-всё-всё здесь поддерживается. Абсолютно все галочки стоят. То есть этот телевизор для геймеров самое то. То есть если ты любишь поиграть с высокой частотой герцовки, например, в те же самые всякие комбаты, да, ну, Mortal Kombat. Пожалуйста, вот этот телевизор для тебя. Потому что это нужно увидеть. То есть, к сожалению, вот эта камера, она не демонстрирует 120 кадров 4К. Она пишет всего лишь 30 кадров 4К. Но на подсъёме я сделаю, я, к сожалению, iPhone, он как бы делает небольшой, ну, как это, перекрас, да. Но мне там суть вам показать, что в 4К 120, а он записывает 120, оно работает. То есть я вот сейчас подставлю, как в 4К 120 кадров в секунду снимает, то есть работает, да, на телевизор. Сейчас мы, короче, порубимся, вот, обратите внимание, мастер игры, то есть гейммастер включён, FreeSync, Premium, Dolby Audio, все дела, 120. Снимается сейчас на iPhone 120, вот, всё вживую. Догадайтесь, как я держу смартфон, да, 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 в зубах, да. Вот, короче, а как же ж ты говоришь. Вот, сейчас я просто покажу всё в онлайн, как мы играемся, потому что, ну, я видел, блин, нечестно, когда показывают, типа, ой, можно поиграться, а по факту просто, блин, из Ютуба находили картинку и подставляли. Нет, прям вживагу доказываем, показываем, что это вот действительно работает. Сейчас загрузится. Давайте громкость накинем, а то убавляли, вон, достаточно громкий и мощный. Хватит, да, а то. Всё, сейчас будем играться. Блин, а я уже не помню, что там. Э! Раньше было назад-назад, ага, всё так и есть. На, я помню. На. Вот так же ж было, и вот, да, всё правильно. Нагибатор здесь, в здании. Ах ты, апперкот. Как я красиво, а, братишка. Хопс. давай сделок эту чё творишь ну апперкотик тебе сделать и все достаточно вот 120 герц пожалуйста на картинку имеется ввиду не смотрите iphone очень сильно меняет цветокоррекцию скажем так вот то что на sony мы снимали камеры вот там хорошо здесь она будет более яркая и красочная все дела да вот он черный и белый то есть видите да ну в общем вот так в игры играть в 120 герц 120 кадров естественно так как здесь 144 герца еще те кто любит посмотреть допустим спортивные различные передачи до 144 герца вам в помощь то есть это будет еще так скажем так больше погружения все дела то есть любители посмотреть футбол хоккей там и все там подобное пожалуйста это опять же вот помимо геймера да все дела значит по поводу изображения давайте к нему уже двинемся здесь у нас и как уже сказал да две недели назад когда распаковали все это дело келедик стоит и вы видите какой здесь реальный настоящий черный свет то есть здесь вот прям вот когда прям черный уходит такое ощущение что телевизор просто врубается ну серьезно то есть это не такого что в черный свет и ты смотришь как на других телеках вот это серь какая-то вот это вот не знаю там вот это вот какой-то еле блеклый блеклый свет вот такой нет этого здесь нет здесь прям черный черный краски детализация ребята мое почтение то есть он контрастный сочный и причем здесь еще не максимально выкручено то есть если вы ночью будете смотреть лучше убавляйте потому что он действительно яркий то есть здесь 1300 кандел и я еще на сайте полез на модели если я не ошибаюсь 98 дюймовый там еще выше по моему там 1600 еще могу ошибаться можете поправить меня в комментариях я могу ошибиться но просто мне ради интереса посмотреть было всю линейку вот собственно у меня другая немножко да у меня 1300 но если мы сейчас просто-напросто начнем выкручивать яркость я боюсь что на камере будет засвета но собственно чтобы продемонстрировать да то есть вот пожалуйста у нас вот так вот все то есть вот это вот уже будет немножко ярчить скажем тогда правильно выгод и понял да то есть от от 0 то есть смотрите мы ушли вот так видите да то есть он темнее стал ты и давайте потихонечку потихонечку подымать 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 и вот вы видите уже на сотне у нас прямо очень яркая сочная картинка то есть днем когда будет открытое солнце все дела ты сидишь себе телевизор днем смотришь ничего вам не помешает абсолютно но вот вечерком я говорю где-то вот на 60-50 выставляешь вот так вот и все отлично вот черный вот черный прям черный товарищ вот офигенно так ребят запустили мы сейчас снайпера давайте мы это трейлер такой на проверке да убавим немножко громкости и давайте зайдем наш оверлейчик вот этот и посмотрим во первых это яркость 50 можно естественно выкрутить на сто процентов но это очень ярко будет и будет пересвет и даже на камере поэтому где-то давайте 60 оставим вот так вот значит вот сейчас стоит на стандартном видите очень сильные такие краски то есть для этого кино это не подойдет динамически вот видите вообще то есть сразу меняет камера передает этот момент он сразу видите да такой насыщенный вот режим кино он посмотрите сейчас будет вот было как и вот режим кино посмотрите на кожу да чик здесь вообще он как будто только что солярия вылезда здесь чик чик то есть вот это все дело можно спокойно настраивать вот здесь расширение еще hdr динк видите да незначительно но все равно меняется динамический он прям такую синюцу и он прям такую через ситуированную такую картинку идет вот это прям классно смотришь и глаз радуется причем еще раз говорю здесь по поводу настроек есть момент такой что до параметра заходим режим движения четкость движения видите увеличить частоту обновления экрана то есть если у вас 24 кадра вы можете спокойно эту штуку включить активировать и еще будет плавнее все это делать так и у естественно можно убрать еще размытие близко быстро точнее двигающихся предметов посмотрите какая картинка то есть каждая щетина то есть там не знает он пылинка пушинка все это дело видно по поводу яркости то есть если мы выкручиваем сейчас hdr и мы ставим соточку посмотрите какой яркий просто это для наверно больше для просмотра днем когда солнце светит вам прямо в глаз вот режим кино прям под кино подходит отлично вот 60 50 процентов замечательно блин вот классно и мне хочется прям вот побрить круто все текстура все видно посмотрите поры но я вам еще на подсъеме покажу то есть обалденно и давайте мы перейдем уже на прослушку звука так как я уже сказал что здесь онкио и через бинауральную голову мы послушаем примеры звучания данного телевизора так сейчас мы подключили вот эту бинауральную голову и сейчас вы мне слышите в правое ухо а меня в левое погнали заранее заранее включу на максимальную громкость но будет все слушать по-любому на полтиннике почему сейчас вы услышите мы будем перелистывать еще моменты значит с пресетами короче все смотрите вот это самое прикольное подстраиваем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Еще один момент хочу отметить, что это у нас Google ТВ. И уже кто понял, тот понял. Сюда можно спокойно ставить сторонние АПКшки. То есть, либо вы можете... Ну, какие приложения вы сами уже будете решать, да? Но то, что эта возможность есть, пожалуйста, пользуйтесь. То есть, вы можете либо на облачном хранилище, которое, да, там, сюда взяли, вы установили, например, да, из Play Market, какое-нибудь облачное хранилище, зашли, и у вас там уже АПКшки есть. Если нет, ну, возьмите, подключите через USB и эту АПКшку вы можете спокойно сюда поставить. Это хорошо, потому что есть телевизоры, на которые ты не можешь поставить нужные вам сейчас, например, в данное время программы, да? И здесь это спокойно делается, тем самым мне нравится вот эта оболочка именно, где ты можешь настроить абсолютно все. И IPQ-процессор, который здесь поставлен, значит, внутри, да, он позволяет обрабатывать в реальном времени и видео, и звук. То есть, он подстраивается. Это интересная штука. И вот я хочу отметить, что TCL вот проапгрейдились. То есть, до этого у меня были телевизоры, это было где-то года два, наверное, да, полтора назад. Что мне в этом телевизоре сразу, говорю, понравилось, это 144 Гц. Гцовка, это классно. QD Mini Let. Картинка обалденная. Она у нас не засвечивается ночью, я имею в виду, когда черный свет. Все, черный, действительно, глубокий черный. Сочная, контрастная, настраиваемая картинка, вы уже увидели на подсъемах. То есть, здесь прямо все гибко можно отстроить, поднастроить все, что хочешь. Звук. Конечно, вы скажете, сторонние, скажем, различные, да, саундбары. Вот есть, кстати, у TCL тоже саундбары. Хотите, мы сделаем обзоры на них. Вот. Есть различные. Но, если, например, у тебя нет возможности куда-то ее поставить, и тебе нужен звук, то вот здесь звук, в отличие от других телеков, хороший. И Onkyo, да, действительно красавчики. То есть, они сколлаборировали. С ними все нормально, то есть, звук я не могу сказать, что, ой, ну, как у всех. Нет, не как у всех, он действительно выделяется. Причем, у моделей постарше, вот у Димы, у оператора, у него, есть сзади еще и, ты самый, пассивный излучатель. Там еще больше объема дается. То есть, и там тоже стоит акустика Onkyo. То есть, звук, картинка, 144 Гц, вот это мне понравилось. То есть, ты поставишь его даже на небольшую площадку, и весь кабель-менеджер он-то ходит. То есть, вот это классно. И для игроманов, ребята, вот это обалденно. То есть, один кайф просто, ты сидишь, когда играешь в различные файтинги, гоночки и тому подобное, у тебя работает 120 Гц, поддержка и GR10 здесь есть, все, пожалуйста, никаких проблем. То есть, телевизор, вот, по-настоящему сейчас нормальный. И я считаю, что вот когда будут скидки, да, на этот телевизор, конкурентов у него нет вообще. Вообще нет. Можете мне написать, а вот там посмотрите. Я посмотрю. Возможно, посмотрю, может быть, что-то другое. Но, когда я вот сейчас на данный момент, а сейчас мы снимаем у нас 6 ноября 2024 года, я сейчас не нашел ничего такого, чтобы вот было вот так. Я ходил, смотрел по магазинам, и чтобы было классно. Вот так вот, действительно. Можете, что хочешь написать мне? Ой, ну, конечно, там тебе, может быть, там денег заплатили. Нифига подобного. У меня уже было 4 телевизора до этого TCL, и все они были замечательные. И вот этот телевизор отдается полностью за свою копейку. Еще раз говорю, когда будут скидки, вы увидите то, что этот телевизор просто без конкурентов. У него не будет конкурентов. По звуку, по картинке, по герцовке, по всем делам. То есть, красавчики. И мой вердикт таков. Этот телевизор полностью отрабатывает свои деньги. До копейки. Понравился абсолютно всем. Картинкой, звуком, герцовкой, эргономикой, подключением количеством портов, все дела. Вот. Что думаете вы? Пишите в комментах под этим видео. Пока.